напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали в каком магазине работал дима семицветов и сберегись автомобили дима семицветов был продавцом в комиссионном магазине и торговал дефицитной электроникой из-за прилавка с третьей попытки деточкин угнал у него машину купленную заработанные нечестным путем какую волость требовал шведский посол в фильме иван васильевич меняет профессию на приеме у самозваного царя ивана васильевича бунши шведский посол требовал кемскую волость иван васильевич был готов удовлетворить требования иностранного гостя и только благодаря милославскому народное достояние осталось в целости и сохранности в каком фильме прозвучала песни травы травы однажды композитору владимиру шаинскому позвонили с радио и сказали что с ним хочет познакомиться мясник с рынка иван юшин который пишет стихи из всех произведений юшина композитору больше всего понравилось стихотворение травы травы и он тут же сочинил музыку в 1974 году песни была записана геннадием беловым премьера состоялась в фильме анискин и фантомас композиция сразу же стала народным хитом в этом же году она прозвучала в песне года на каком этаже жил шурик фильме иван васильевич меняет профессию в начале фильма когда зиночка возвращаясь домой выходила из лифта на цифровом табло горела цифра 7 значит квартира шурика находилась на седьмом этаже какой режиссер снял фильм а зори здесь тихие фильм а зори здесь тихий был снят режиссером станиславом ростоцким по одноименной повести бориса васильева основные события фильма происходят в 1942 году в карелии эта история о подвиге советских девушек зенитчиц в годы великой отечественной войны где происходит действие фильма опасные гастроли сценарий фильма опасные гастроли основан на дневниках советского революционера александры калантай в 1910 году в одессу прибыл видный большевик подпольщик под видом французского лесопромышленника он должен организовать доставку нелегальной литературы в россию в каком году происходит событие кинофильма они сражались за родину фильм они сражались за родину был снят режиссером сергеем бандерчуком по одноименному роману михаила шолохова действие происходит в 1942 году когда потерявший в боях большое количество солдат советский стрелковый полк вынужден отступать к сталинграду на какой курорт собирался я кен в фильме иван васильевич меняет профессию любовница я кена сообщила по телефону своей подружки я кен бросил свою к кимору ну и уговорил меня лететь с ним в гагре какими духами пользовалась аферистка анна сергеевна из бриллиантовой руки в фильме милиционер михаил иваныч попросил у семена семеновича записку от анны сергеевны понюхав листок он сказал французский шанель номер пять сколько надя переплатила за гарнитур фильме ирония судьбы или с легким паром осматривая квартиру нади лукашин обратил внимание на польский гарнитур надя сказала что заплатила за него 830 рублей и 20 сверху на это лукашин сказал что он дал сверху 25 рублей кадр из какого фильма представлен на фото в фильме человек с бульвара капуцинов александра яковлева предстала в образе мисс дианы литу звезды кабары в нее влюблено все население захолустного городка на диком западе она же отдала свое сердце миссионеру кино мистеру джонни фесту на берегу какого озера происходит действие фильма у озера фильм у озера бы снят в 1969 году режиссером сергеем герасимовым по сюжету на берегу байкала работает научная лаборатория профессора бармина ученые обеспокоены тем что отходы целлюлозно бумажного комбината загрязняют озеро и уничтожают его экосистему в каком из перечисленных фильмов партнершей сергея филиппова было не зоя федорова в фильме стрепуха сергей филиппов и зоя федорова сыграли городских жуликов на рынке в картине девушка без адреса актеры сыграли супругов мещан комаринских а в медовом месяце они предстали в ролях паромщика и поварихи а в фильме шофер поневоле сергей филиппов сыграл водителя начальника главка его партнершей стала лидия гриценко которая сыграла медсестру клавдию васильевну какой водкой шурик угощал ивана васильевича в фильме иван васильевич меняет профессию чтобы успокоить ивана васильевича шурик решил угостить его водкой царь сказал что пьет анисовую но анисовой у шурика не было поэтому он предложил царю столичной в какой день недели по телевизору показывали выставку буратино передача выставка буратино выходила в эфир с 1958 по 1985 год дети присылали в редакцию рисунки на заранее заданную тему ведущий в один курчевский в компании с кукольным буратино комментировал детское творчество также в передаче показывались картины профессиональных художников передача выходила раз в неделю в субботу в 9 часов 30 минут кадр из какого фильма представлен на фотографии фильм раба любви снятый никиты михалковым в 1975 году фильм основан на истории жизни русской актрисы веры холодной во время съемок фильма кинодива заинтересовалась оператором и его подпольной деятельностью в результате она становится свидетельницей страшной сцены расстрела возлюбленного кто пел когда царь иван васильевич включил магнитофон в фильме иван васильевич меняет профессию когда иван васильевич случайно сел на магнитофон он включился и зазвучала песня поговори хоть ты со мной подруга семиструнная в исполнении владимира высоцкого сначала царь испугался а потом проникся советской музыкой в каком из этих фильмов не снимался юрий саранцев в фильме гиперболоид инженера гарина юрий саранцев сыграл тарашкина в фильме 33 беззубого таксиста в фильме в бой идут одни старики комдива василия васильевича в картине 12 стульев не снимался но озвучил главного героя насколько лет бунши старше своей жены в фильме иван васильевич меняет профессию когда ульяна андреевна попыталась увести ивана васильевича из квартиры шурика царь ответил ей оставь меня старушка я в печали женщина возмутилась что ее назвали старушка и сказала я жена пять лет тебя моложе а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте почему из кинофильма иван васильевич меняет профессию были вырезаны эпизоды в данном коротком ролике а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.